В этот зимний день холодно, как и в первую блокадную зиму. Но, несмотря на морозы, на продуваемой всеми ветрами площади славы собираются десятки человек – ветераны и депутаты, чтобы почтить память тех, кого не вернуть. 27 января 1944 года Ленинград сбросил блокаду. 900 дней осажденный город под бомбежками голодал и мерз. По дороге жизни по Ладожскому озеру грузовики везли еду, боеприпасы и медикаменты. Но всего этого не хватало. В итоге погибло, по разным данным, порядка 1 миллиона человек. Среди выживших в те страшные дни Клара Евсеевна Полякова. Ее сестра умирает истощение, спасла ее. Она говорит, Клара, возьми мои сухарики, съешь. Хоть ты останешься жива. Вы знаете, такое пережить просто было невозможно. Вроде мы голодные, есть хочется, а взять на эти кусочки – это было очень и очень тяжело. Когда-то я брала эти кусочки, когда-то и нет. В семье Клары Поляковой шести человек выжили только она и мама. На современных школьников история о том, что пережила блокадница, когда была их ровесницей, производит неизгладимое впечатление. Я не представляю, смогла бы я пройти или нет, но я очень горжусь за своих предков, за ветеранов и низкий им поклон. В музее боевой славы 175-й школы ветераны вспоминали то суровое время и не могли понять, как сегодня легко некоторые историки переоценивают значимость и нужность подвига ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.